Шашлык за 200 рублей и беспроигрышная лотерея за 100, ктос за озерные 4, устраивая праздники двора, попутно рекламируют кандидатов в депутаты и исключительно от Единой России. При этом, как говорят жители нефтяников, единороссы все беды списывают на КПРФ, избегая собственной ответственности. И вот яркий пример. Жители нефтяников сообщают нам, что представитель Единой России Дмитрий Лицкевич, когда ему задают неудобные вопросы, все стрелки переводит на коммуниста Константина Ткачева. Дескать, вы выбрали его, а не ректора Сибадиджи Гадла, поэтому с ее вопросами КПРФ. Однако при личной встрече единоросс повел себя крайне трусливо. Неожиданная очная ставка стала для него буквально шоком. Лицкевич словно дар речи потерял и поспешно убежал. Жители вслед ему рассмеялись. Вот уж действительно за свои слова и поступки Единой России отвечать не в состоянии. Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста, у вас какие-то вопросы есть о моей деятельности или о деятельности КПРФ в целом? Вот вы людям говорите. Вы можете мне в глаза сказать, какие претензии ко мне у вас? Дмитрий Иванович, а к КПРФ какие у вас претензии? Нет претензий, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, я с вами разговариваю. Уважаемый Дмитрий Иванович, скажите что-нибудь, какие претензии у вас есть? Вот значок Единой России. Партии жуликов и воров, как ее называют. Скажите, какие претензии у вас ко мне, Дмитрий Иванович? Ну, может быть, у вас и нет претензий. Нет, ну люди-то говорят, и Дмитрий Иванович говорит, и Дмитрий Иванович говорит. И Дмитрий Иванович говорит. Вот я хотел узнать, какие же претензии ко мне, как депутату, имеются у уважаемого Дмитрия Ивановича Лицкевича? Или, может быть, к партии КПРФ вопросы какие-то? Почему же? Ну, я сам пришел спросить. Дмитрий Иванович ко мне не обращается, он это говорит на встречах с людьми. Вот я хотел уточнить, какие же вопросы? Какие вопросы? Ну, куда? С кем он общается? Смотрите, с кем он общается? Он ко мне повернулся спиной. Вот это уважение.